Кто из двух гопников является заказчиком, а кто является исполнителем всей этой позорной авантюры? На мой взгляд, это что-то вроде совместного предприятия. Белорусская виза, кстати, у всех этих ребят есть, и они вполне могли бы попробовать хотя бы остаться в Беларуси или в великую стабильную Россию. Но не хотят они туда, не хотят. Салют, друзья, это дядя Тёма из своей хижины. Ну, главная тема в нашей части глобуса, если не считать, конечно, всяких вирусных драм, это, конечно же, ситуация на белорусско-польской границе. Что там происходит, вы знаете, прекрасно, описывать не буду. Тем более, что ситуация незначительно, но в какой-то степени меняется каждый день. Новости приходят всё менее и менее утешительные, всё более и более тревожные. Но в моём представлении, по крайней мере, положение дел там абсолютно ясное. То есть у меня как-то нет особых метаний по поводу того, что там к чему. И, тем не менее, почему-то споры идут. Споры идут, пропаганда работает активно, дураки активно высказываются. И мне хотелось бы сейчас просто как-то навести некоторый порядок в головах по поводу того, что же происходит между Белоруссией и Евросоюзом. Точнее, не Белоруссией, а Лукашенковским режимом. И соседними странами – Польшей, Литвой, Латвией и так далее. Вплоть до Германии и дальше. Имеется несколько тем, по которым пытаются навязать дискуссию. Тема первая такая. Это излюбленная тема, скажем, Министерства иностранных дел Российской Федерации. Высказывалась по этому поводу Мария Захарова, их spokeswoman. И тезис следующий. Что во всем этом кризисе на белорусско-польской границе виноваты на самом деле страны Запада и страны НАТО, которые разорили Ирак, Сирию, устроили там войну и, соответственно, спровоцировали поток беженцев. Вот получите, значит, ответочку, господа европейские. Ну, там, в скобках, американские. Это абсолютная ложь. Дело в том, что в Ираке главным гонителем курдов, а как вы знаете, иракские курды – это большинство тех, кто атакует сейчас польскую границу. Так вот, главным гонителем иракских курдов был как раз Саддам Хусейн, которого свергли войска Соединенных Штатов Америки и Западной Европы. После чего курдам, которых Хусейн там травил даже химическим оружием, им там стало жить гораздо, гораздо лучше. И если кто и выиграл от войны в Ираке и свержения Саддама Хусейна, так это в первую очередь именно курды. Если говорить о второй стране под названием Сирия, то тут Российская Федерация несет за войну в этой самой Сирии, за бомбежки, за гибель мирных жителей и так далее, несет точно такую же, если не большую ответственность, чем вот эти самые проклятые американцы и европейские страны. Более того, я легко допускаю, что если бы российское военное вмешательство не спасло бы режим Асада, то в Сирии все уже сейчас могло бы давно наладиться и жила бы эта страна нормальной мирной жизнью. Тема номер два, которая уже до некоторой степени используется и российско-белорусской пропагандой, но которую, к сожалению, во многом поддерживают и разделяют такие сердобольные правозащитники на Западе. Тема, естественно, о том, что вот как же так, вот беженцы, бедные, несчастные, вот они спасаются, а подлые поляки их не пускают, не дают им пройти в Германию и так далее. И более того, сравнивают эту ситуацию, скажем, с судьбой евреев, которые бежали в 30-е годы из гитлеровской Германии, которых там не принимали, скажем, Швеция и Норвегия, или с судьбой армян, которые бежали от турецкого геноцида в 915 году. Ну, на самом деле, это, конечно же, демагогия. Такая как бы гуманная, прекраснодушная, но стопроцентная демагогия. И сравнивать эту ситуацию с реальными беженцами, с Холокостом, это, ну, я бы сказал, что это просто кощунственно. Потому что все эти ребята, наваливающиеся на приграничные кордоны, они бегут не от расстрелов, они бегут не от концлагерей, они бегут, как всякие нормальные экономические мигранты, они бегут за хорошей жизнью. Не хочется им жить в бедных странах с низкой зарплатой, жить скудно и впроголодь и так далее. Куда лучше жить в Германии, где ты можешь вообще не работать и получать очень даже приличное пособие. В общем-то, да, действительно, многие сотни тысяч и даже миллионы мигрантов так и живут. Но Европа от этой практики, в общем-то, уже стонет и сожалеет о том, что до этого, до этих нашествий ордхалявщиков, дело дошло. Кстати говоря, еще по поводу женщин и детей. Часто говорят, вот, посмотрите, бедные женщины, бедные детки. Да, бедные женщины и детки. Но их гораздо меньше, судя по всем картинкам, которые транслируются. Хотя корреспонденты любят, естественно, выхватывать именно женщин и детей. Тем не менее, видно, что их единицы на фоне сотен и тысяч здоровых молодых мужиков. Беженцам, ну, скажем так, беженцам в кавычках, мигрантам, скажем точнее. Я, естественно, сочувствую. Но надо понимать, что если уж вы решили погнаться за счастьем и с этой жизнью, то хотя бы озаботились получением визы в те страны, куда вы рветесь. Белорусская виза, кстати, у всех этих ребят есть. И они вполне могли бы попробовать хотя бы остаться в Беларуси или в великую стабильную Россию. Но не хотят они туда, не хотят. А хотят именно в загнивающий, значит, этот бескультурный Запад. Третья тема – это любимая тема Александра Лукашенко. Лукашенко постоянно говорит о том, что как же так, двойные стандарты, понимаешь. До сих пор Европа этих беженцев принимала, а теперь не то, что принимать не хочет, а еще и к тому же винит нас, винит зачем-то белорусское государство, а мы-то тут при чем, если это беженцы к вам бегут. Это аргумент, конечно, для людей совсем глупых и наивных. Потому что понятно, ясно, как божий день, что все те действительно десятки, может, даже сотни тысяч мигрантов, которые проникли в Европу за последнее время, вот, скажем, эти ребята, которые плыли там на лодочках из Ливии или там из Туниса, из Алжира через Средиземное море, их никто не поддерживал. Они рисковали своими жизнями. Единственное, кто как бы спонсировал их бегство в Европу, это были какие-нибудь там контрабандисты и судовладельцы. И это одна история. Совсем другая история с Белоруссией, куда мигрантов доставляет, собственно, белорусское государство. То есть им сначала выдают белорусские визы, сажают в самолеты Белавиа и других авиакомпаний, высаживают в городе Минске, а там еще потом и предоставляют трансфер из Минска. Добро пожаловать к границам Польши и Литвы. Ну, а дальше уж, ребята, как получится. И, кстати говоря, берут за все это очень даже немалые деньги. Ну, то есть, называют, скажем, суммы типа от 2,5 до 5 тысяч евро за одного человека. Ну, и в эту сумму входит, соответственно, и виза, и проживание в гостинице в Минске, и авиаперелет и так далее. То есть вся эта операция задумана, спонсирована и осуществлена белорусским государством. И, естественно, благословена лично Александром Лукашенко. Поэтому претензии более чем обоснованные. Более того, не знаю, как распределяются те деньги, которые выжимают из этих самых несчастных мигрантов, но уверен, что значительная их часть идет в государственный бюджет Республики Беларусь. Ну, очень может быть, что немалый процент и в карман лично Александру Лукашенко и его приближенным. Четвертый вопрос, по поводу которого идут некоторые споры. И это, на самом деле, вопрос довольно сложный и для меня единственный такой, не вполне кристально ясный. Это вопрос о том, кто из двух гопников, Лукашенко или Путин, является заказчиком, а кто является исполнителем всей этой позорной авантюры. На мой взгляд, это что-то вроде совместного предприятия. Потому что и у Кремля, и у Минска тут есть некоторая выгода. Ну, если говорить о Кремле. Во-первых, выгода просто в дестабилизации Европы. Путин вообще уже много лет выступает в качестве агента хаоса. Поэтому, чем хуже, чем нестабильнее, чем больше раздрай вообще у потенциальных всяких путинских конкурентов, тем лучше. Вот, естественно, вся эта приграничная ситуация Европу дестабилизирует. Интерес Путина номер два, как мне кажется, заключается в том, что предполагается, конечно, рано или поздно осуществить аншлюз Республики Беларусь. И для осуществления этого самого аншлюза, естественно, чем слабее и чем менее легитимен будет Александр Лукашенко в глазах европейской и мировой общественности, тем лучше для Путина. То есть, сделает он этот самый аншлюз под девизом, что мы ликвидируем failed state, да, государство-неудачник. И, в общем-то, думаю, что многие, и на Западе в том числе, если не вздохнут с облегчением, то, по крайней мере, посмотрят на это сквозь пальцы. Третья возможная выгода Путина, хотя я лично в это не верю, но многие серьезные эксперты, американцы в частности, утверждают, что это так, это то, что вся эта белорусская история, это отвлекающий маневр для вторжения, какого-то серьезного вторжения России в Украину. Повторяю, это не моя теория, но многие так говорят. Я лично считаю, что для России будет, точнее, для режима Путина, так уж не будем осуществлять говно с яичницей, но для режима Путина, я считаю, будет самоубийством начинать серьезную войну с Украиной, но многие считают, что это возможно и даже вероятно. У Лукашенко, как-то ни странно, тут тоже имеются свои замыслы и свои возможные дивиденды. Главное из них – это то, что он надеется таким образом, спровоцировав вот этот пограничный кризис, он надеется прошантажировать Западную Европу с тем, чтобы она сняла экономические, персональные и прочие санкции с Республики Беларусь и лично Лукашенко. Ну и вообще как бы видит в этом шантаже способ принуждения Евросоюза к диалогу с самим собой и своим режимом. Я думаю, это довольно серьезная мотивация для Лукашенко, а второе, я бы сказал, это то, что вся вот эта кризисная история, она, конечно же, как бы переключает повестку и отвлекает внимание от тех внутриполитических процессов, которые происходят в Беларуси. То есть репрессии, преследование политзаключенных, подавление движения протеста и так далее. Ну, по принципу типа война все спишет. Думаю, что это тоже у него есть такой пунктик в повестке дня. Но, в общем-то, и для Путина, и особенно для Лукашенко, как говорится, что-то пошло не так. Что-то пошло не так, и вот этот вот шантаж приграничный обернулся пока что довольно серьезными, а в дальнейшем еще гораздо более серьезными обернется неудачами для двух гопнических режимов. Ну, почему это случилось, в общем, тоже вполне понятно. Во-первых, не на тех напали. То есть поляки в данном случае проявили такую недюжинную твердость и решимость, и они очень сильно мотивированы во всей этой истории. И об этом, конечно, можно было бы догадаться. Если бы и Путин, и Лукашенко не были двоечниками по истории, то они могли бы вспомнить и 1830 год, и 1863 год, два больших польских восстания против Российской империи. И, естественно, 1920 год, когда поляки дали прикурить Красной армии. Так что, по-видимому, Путин дальше 1939 года просто истории не знает, за исключением ледового побоища Половцев и Печенегов. Поэтому как-то он упустил это из поля зрения. А поляки, между тем, молодцы. Ну, и второе, связанное с этим, это то, что Европа, которая, естественно, там слабая, расхлябанная, растрепанная, трепещущая и так далее. Но в данном случае, в данном случае и Путин, и Лукашенко, по-видимому, достали все-таки европейцев настолько, что они нашли в себе силы как-то консолидироваться, сплотиться и дружно поддержать приграничные страны. Думаю, что этого тоже ни Путин, ни Лукашенко не ожидали. Честно говоря, я тоже не ожидал, и поэтому об этом говорю еще с некоторым сомнением, а также боюсь глазить. Но будем надеяться, что Европа будет солидарна и с поляками, и с литовцами, и с латышами, и с эстонцами, и с украинцами, кстати говоря, тоже. И в этой солидарности, конечно же, залог благополучного и справедливого исхода всех этих подлых, авантюрных пограничных компаний. Это был дядя Тёма. Всем счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова